Здравствуйте! В столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Елена Тиханович. В шаге от беды. В микрорайоне Каменная Горка сегодня днём горел пустырь. Языки пламени взмывали на несколько метров вверх, а дымовую завесу было видно в радиусе нескольких километров. Несмотря на то, что рядом находятся десятки жилых домов, никто из минчан не вызвал пожарных. К счастью, пламя распространялось медленно, и огонь из поливочных машин успели потушить дорожники. Обошлось без пострадавших. Мы видели, как всё поле спаливалось, и пожар очень большой был. Ну, можно ещё добавить, что при том горела, практически вся почва, вся земля практически чёрная. Но мало кусочек осталось настоящих. Есть вон там место, где очень много спаленного, чёрное всё. И строители на это не обращали внимания. Как организовано движение на участке независимости Филимонова после закрытия выезда? Почему улица Гекала может конкурировать с термальными источниками в Карловых Варах? И на каком трамвае стоит прокатиться, чтобы бесплатно посетить передвижную фотовыставку? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Анастасии Винчо. Сауна прямо в подвале. Осталось только подкрасить стены, поставить мебель, и можно регистрировать собственный банный бизнес. Карловы Вары в центре Минска в подвале 12-го дома по улице Гекала прорвало теплотрассу. Температура совсем не целебного источника составляет около 70 градусов по Цельсию. В день вытекает порядка 8 кубов горячей воды. А на улице образуется конденсат из паров, обжигающий жидкости. Парность в подвале невозможна, хранить в подвале ничего нельзя. Как для жителей Хрущевки, так подвал это хорошее подспорье всегда было. Вот, все плесневе. Прорыв трубы начали чинить еще два дня назад. Ремонт немного затянулся из-за проблем с закупкой новых конструкций. Сейчас на месте аварии работают специалисты. Работы, я думаю, займут где-то порядка 12 часов. Паяем мы сами, все инструменты есть. Ответ на задачу есть. Осталось проверить решение. Нагрузку этого перекрестка взяла на себя объездная дорога в районе улицы Филимонова. Справляется ли временная трасса с большим автомобильным потоком? Это нам предстоит узнать. Выезд со стороны национальной библиотеки радует водителей плавным поворотом, обновленной разметкой и большим количеством полос. По четыре в каждую сторону. Попасть с улицы Филимонова на улицу Франциско-Скарины теперь можно только по новой схеме дорожного движения. Поворачивать можно налево и направо, ехать прямо запрещено. Миновать этот красный кирпич водители могут с улицы Калиновского или с Волгоградской. Пока объездная дорога вызывает у минчан немало опасений, ведь к любому нововведению надо привыкнуть. Неудобно съезжать, двигаясь со стороны уручья на восток, сюда вот перекресток Филимонов. Сюжеты из разных эпох под прицелом объектива. Минск вчера и сегодня горожане могут увидеть прямо по дороге на работу. По маршруту номер один курсирует необычный трамвай. Приятный сюрприз ждет всех минчан, пользующихся общественным транспортом по маршруту диспетчерская станция «Зеленый лук» Мясникова. По городским рельсам в утренний и вечерний часы пик курсирует целая фотовыставка знаменитых белорусских художников Сергея и Дмитрия Брушко. Интересный проект приятно удивил столичных пассажиров. Горожане уже с порога начинают разглядывать фотоработы. Обычно вешают телевизоры, но когда есть такие более душевные носители, как фотографии, это замечательно. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.byu в разделе форум, звоните по телефону горячей линии 1-600-700 и помните, нам важны подробности. Пять тысяч предложений от ста предприятий. Юбилейная 10-я осенняя ярмарка в Аканте прошла сегодня во Дворце культуры железнодорожников. Желающие сменить место работы смогли получить исчерпывающую информацию по самым востребованным в городе профессиям или записаться на курсы переподготовки. К слову, благодаря аналогичной весенней ярмарке сменили работу более 600 минчан. Мы сегодня хотим помочь не только безработным гражданам найти работу, но и гражданам, которые находятся в самостоятельном поиске работы. Поэтому это мероприятие позволяет им прийти к нанимателям нескольким, заявить о себе. Я техник-строитель по образованию, поэтому хотелось бы по профессии попробовать, что это такое. Плюсы трудового опыта. Лучшим студенческим отрядам советского района в столице вручили сегодня грамоты и благодарности. В числе лучших оказались полсотни юношей и девушек. Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. К слову, более тысячи студентов этого вуза были заняты в профильных отрядах по сборке техники и средств связи. А также работали на стройплощадке атомной электростанции в Островце. Наша работа составляла сборка приемников, модемов радиоприемников. Это еще считается моей специальностью, я смог более узнать, что ли, опыта приобрести. Помощь заключалась в волонтерстве, мы помогали общежитию, колледжу. В режиме онлайн. Инновационный проект «Электронная школа» планирует охватить все учебные заведения столицы. Система предусматривает виртуальное ведение классного журнала и дневников. Так, на сайте учреждения образования родители смогут посмотреть оценки своего ребенка, а школьники узнают домашнее задание. Еще одно нововведение – электронная карта учащегося. С ее помощью можно не только пройти на территорию школы, но и заплатить за обед в столовой. Сейчас на инновационной платформе работают 11 столичных школ и гимназии. По результатам наших исследований все школы готовы и, ну так скажем, на ура воспринимают внедрение электронного журнала и дневника. Система очень удобная, удобная для учителей, удобная для учащихся. Если родитель подписался на электронный дневник, оставил свой телефон, то по телефону ему приходит смс, когда ребенок получает какую-то отметку. Онлайн-решение. Нужна ли современным детям электронная школа? И как меньшане оценивают новую систему получения знаний? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. По телевизору говорили, что вот уже в некоторых школах такое сделали и за границей такое сделали. Классно, если будут электронные книги с собой носить, электронные дневники, то есть меньше тяжести. Это будет намного экономичнее по времени и по денежным затратам. Слышала, но считаю, что не должно. Будет еще больше нагрузка на глаза, на здоровье. Родителям будет удобнее проверять. Не будет вырванных страниц из дневников. Электронная система оплаты питания очень удобная. Родители могут видеть, сколько денег потратили дети. Нужно отходить от бумажного заполнения. Электронное – это что-то новое, что-то интересное. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин